3 июня по всей Латвии прошли выборы в самоуправление. В Даугавпилском крае на места в Думе претендовали 6 партий. В этих выборах приняли участие чуть более 36% жителей, имеющих право голоса. То есть из 17 тысяч проголосовали чуть более 6 тысяч человек. Они выбрали в новую Думу представителей 4 партии. 10 мест получила Даугавпилская краевая партия, 5 – согласие и по одному Ладыгальская партия, а также Союз зеленых крестьян. В четверг, 15 июня, состоялось первое заседание новоизбранного самоуправления, на котором первым делом депутаты должны были предложить свои кандидатуры на пост председателя. В итоге была выдвинута лишь одна – действующего мэра Енина Елинской. Ее поддержали все 17 депутатов самоуправления. Немножко меня удивило, но я думаю, что депутаты будут работать конструктивно и будем принимать позитивные, конструктивные все вопросы, потому что все-таки самоуправлением мы решаем очень много хозяйственных вопросов, и все вопросы, которые мы решаем, это для улучшения жителей нашего края. И, конечно, сегодня первый день нового СОЗОВа. Я уже и говорила, что мы на стартовой линии, 4 года впереди, у каждой партии свои программы. Выполнять надо, обещания дали. И, наверное, самое главное, чтобы нам надо сохранить своих людей, чтобы они здесь жили, работали, думали о будущем. Для этого нужно поддерживать бизнес, тем самым создавая рабочие места, чем и собирается заниматься Дума нового СОЗОВа. Кроме того, в планах активно писать проекты и привлекать европейские средства. Пока еще есть такая возможность. Помогать в этом председателю в ближайшие 4 года будут не только сотрудники самоуправления, но и заместители. Впервые было решено назначить двух вице-мэров. Должность первого зама занял Арвид Куцин, а вторым стал Айвор Ращевскис. У нас есть первый заместитель, который работает, который мне зампредседателя по народному хозяйству, но еще выбрали заместителя, который не освобожденный. Он не будет получать зарплату только тогда, когда, скажем, меня нету или первый заместитель. Есть в течение четырех лет такие случаи есть. И именно когда надо совмещать, он будет совмещать. Все эти назначения, а также вопросы об увеличении заработной платы для председателя, первого заместителя исполнительного директора самоуправления, которое не повышалось с 2009 года, были единогласно поддержаны всеми 17 депутатами. Если Догопилская партия набрала 10 голосов из 17, то однозначно у них есть право и создавать правительство. Поэтому стоит ли, начиная новое сотрудничество, выдвигать определенные требования против такого расклада сил? Я думаю, что я за сотрудничество. Надо работать вместе. Очень много задач, я считаю. У нас очень много есть таких, как мне партией была программа, что все-таки изменения нужны. Они сами писали, что они хотят нового изменения. Так что лучше вместе работать на изменения. Можем мы это сделать контенсус. И я думаю, что это к лучшему. Кроме того, на первом заседании была создана рабочая группа, которая в ближайшее время должна будет выбрать председателя и членов комитетов Краевой Думы. После чего, предположительно, во вторник, 20 июня, состоится внеочередное заседание. На нем народные избранники должны будут проголосовать за предложенных кандидатов, чтобы уже 22 июня можно было бы провести первое заседание комитетов.